Добрый день! Сегодня у нас наконец-то новый объект, он еще не совсем завершен. Я расскажу об этом доме, о том, как он строился. Отделку мы закончили, идет процесс установки мебели, там, камина и прочих вещей, но пойдемте посмотрим, что получилось, по крайней мере, все это поймут. Снаружи покажем чуть позже, сейчас начнем с входа. Ну что, немножко о доме. Дом где-то порядка живой площади, 290, там, максимум, там, ну, наверное, больше 290 квадратных метров, если не убрать террасы. В начале у нас идет холм, достаточно просторный, где вот здесь техническая зона, вот здесь находятся все системы электроснабжения, они будут закрыты шкафом. То есть в шкафу будет сделана задняя стенка, где открывается, и вы добираетесь до электрики. Вот интересно сделано вот так, идемте. Мы отделили зал от лестницы и от входа вот этой вот конструкции. Мы ее покажем еще немножко позже, но все очень просто. Слева кухня, столовая, справа гостевая зона. Ну, куда пойдем? Пойдемте туда. Я еще раз прошу прощения за небольшой беспорядок, который здесь есть. Все-таки кто строил дом, поймет. Мы обязательно отснимем, когда будет стоять мебель, декор, шторы. Отснимем и покажем, как это есть. Но немножко рабочие кадры. Это столовая. Это зона столовой с выходом на террасу. Ну, это стандартное решение, которое мы применяем во всех практически домах. Это показало свою эффективность и удобство. С этой стороны сделана кухня. Ну, кухня тоже достаточно стандартная. Это буква «Г». Дом не для постоянного проживания, но кухня достаточно большого размера для того, чтобы можно было собрать семью и гостей в том числе. Ну, теперь сейчас пойдем в зал. Зал, когда мы придумывали этот дом, мы немножко переживали. Все-таки он достаточно небольшого размера, где-то порядка 35 квадратных метров. Надо было поставить там и камин, и телевизионную зону, и мягкую зону. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая небольшая арка, которая отделяет зону кухни от зона зала. Вот здесь будет стоять мягкая мебель. Ну, и сразу даю вопрос, а зачем большой? То есть, когда у вас большое, достаточно расстояние до телевизора. У вас вполне нормально встает там каминная зона. Я думаю, его достаточно. Но основное, что дает этот зал, дает вид и простор. Это высота потолков порядка 7 метров. Посмотрите, как красиво сделаны балки. Это тоже наша фирменная фенечка. Все эти балки несущие. То есть, это не декоративные элементы. Это, в общем-то, в нашей компании принято именно так. Делать сложно и красиво. Поэтому мы... Пока я делаю небольшой обзор, а потом мы покажем без меня видеоряд, то, о чем я говорил. Вот тоже камин, смотрите. Все сейчас экономят и правильно делают. Времена такие, что лучше сэкономить. Но этот камин сделан... Главное, топка. И он сделан каркас из гипсокартона, который будет в дальнейшем отделать. Верхнюю часть мы покроем шубой. А здесь как раз идет небольшая полемика. Какой вверх, какой вниз. Но мои личные рекомендации... Это вот есть такой тонкий керамогранит, которым будем отделывать верх и низ камина. Я бы сделал, наверное, черным низ, чтобы он слился с топкой, и светлым вверх. Вот просто ради совета подскажете нам, как лучше сделать. Или так, или так. Все-таки не хотелось бы... Если мы делаем черное, то топка сливается с камином, и уже вот это соотношение трубы и самой топки будет не такой активным. Потому что все-таки труба занимает большое количество места, а это поменьше. Если мы сделаем ее еще меньше за счет светлой, то тогда будет доминировать. В общем, выбор за хозяевами. Но я бы рекомендовал именно так. На самом деле, это достаточно простая отделка. Здесь нет никаких мраборных, каких-то деревянных частей. Каркас из ГВЛ-а. Ну и, собственно, облицовка вот этим керамическим гранитом. Как будет выглядеть, опять же, когда будет все готово, мы обязательно вас пригласим и покажем. Вот стойка. Долго думали, как ее оформить, как ее выделить. То есть, выделить ли, может быть, каким-то другим материалом. Здесь будет телевизор. Сделали деревянный каркас, покрасили его в цвет стен. Вы знаете, мне кажется, очень здорово получилось. Потому что делать что-то такое вот, там, не знаю, каменное или мраморное, или какой-нибудь там еще 3D-панели, они бы вот этот стиль, который мы протащили по всему дому, наверное, немножко бы смазали. Ну, пойдемте в зону гостевую. Гостевая зона, она еще и техническая зона. То есть, сделал небольшой тамбур. Здесь есть спальня с выходом на террасу. Она тоже небольшая, где-то метров 16 квадратных. У нее есть своя терраса. Я думаю, удобная будет для гостей. Мне вообще нравятся такие приватные зоны. Здесь сделан туалет. Он и гостевой, и для зоны общей. Здесь тоже применена такая практика, где есть и плитка, есть и просто дерево. Это тоже мы делаем во многих домах. Видите, он небольшой, но в нем все есть. Есть небольшая душевая кабина, есть умывальник, есть унитаз, гигиенический душ. Ну, в нем, ну, сколько? Метров 6 квадратных, может быть, даже чуть поменьше. Мы обязательно покажем планировку. И сделан вход в техническое помещение. Но так как котельная здесь была сделана все-таки отдельно, поэтому вот это помещение играет такую роль гардеробной комнаты, постирочной, вот будет здесь, постирочная гардеробная, и техническая, где здесь есть комната мойки для собаки, здесь выведена коммуникация кондиционеров. Но здесь тоже будет какая-то техническая гардеробная, хотя раньше здесь по планам была котельная. Ну что, пойдем на второй этаж. Ну, предварительно хотел бы немножко обратить внимание на пол. То есть пол сделан здесь камень под паркет. Внешне не скажешь. Ну, я считаю, что, в принципе, полы каменные на первом этаже это оправдано, потому что это более долговечно и практично. Теперь пойдем на второй этаж. Хочу начать с чего? Здесь, смотрите, как интересно сделана лестница. Есть такие подлестничные пространства в основном во всех домах. Здесь сделали такую небольшую кладку. Сейчас мы откроем, что у нас здесь. Ну, здесь небольшой есть бардачок. Ну, как бы вот место для хранения каких-то вещей всегда нужно. Мы закрыли подступенки. Видите, здесь также стилизовано все это под североамериканский такой стиль. И была задача поставлена заказчиками, чтобы лестница не была тяжелой, то есть не было вот этих балясин, которые в основном применяются. И роль балясин, то есть ограждение между перилами и нижним основанием играет стекло. Также сделано это все и наверху. Но рисунок, стиль подчеркивает тот стиль, который был задан изначально. Сразу хочу сказать, что дизайнер, дизайн разрабатывала Олева Анна. Мы с ней очень много работаем. То есть это талантливый и прекрасный специалист, который делал дизайн-проект этого дома. А мы постарались реализовать все ее идеи. Поэтому пойдем наверх, посмотрим, что у нас там. Удобная лестница. Это очень важно в самом деле, потому что зачастую делать ее... Ее нужно сделать правильно. То есть не делать ее сильно низкой и не делать ее сильно высокой. Ну и попадаем сюда. Вот это мне место нравится больше всего. Что у нас представляет собой второй этаж? Здесь у нас три спальни и кабинет. Здесь у нас два санузла. То есть есть санузел для спальных второго этажа. Вот здесь у него для детей две детских. Здесь такие небольшие уютные комнаты. Здесь по-моему метров по 16. Здесь будет стоять кровать, телевизор, балкон. Комнаты одинаковые, чтобы не было обидно. здесь мы имеем ванную комнату. Прям ванную. Тоже вот видите мы всегда прячем унитазы знаете за стенкой. Так интимно достаточно. Здесь стоит ванна. Здесь тоже метров наверное 9 квадратных. вся мебель это китайское производство. Хорошая компания делают в Китае немцы. и еще интересно буквально недавно разговаривал с заказчиком одним про унитаз. Вот этот очень недорогой унитаз смотрите как работает слив. Видите сливает сверху вниз. Это самый эффективный слив. А унитаз стоит очень недорого. Очень недорого. Уж здесь велерои там все круто но приходится щеточка работать. вот это еще одна аналогичная спая детская свет вот все таки светлые стены они позволяют дать расширить пространство темный пол светлые стены расширяет тоже есть выход на балкон видите сделана часть домика эта часть сделана прямым потолком здесь наверное будет кабинетная зона там стоит какой-то там стол здесь будет висеть стоять телевизор в общем заказчики они расставят это так как им это будет интересно еще еще придем посмотрим что получится пойдемте в хозяйскую зону она отделена она отделена то есть кабинет и спальня находится в другой стороне вот обратите внимание как стекло расширяет пространство знаете как красиво выглядит второй свет прекрасно небольшой но очень все лаконично начнем с кабинета небольшой кабинет 16 квадратных метров все есть все уютно все очень уютно вообще считаю что это самый удачный у нас дом по части количество комнат планировочное решение и уюта люблю я этот дом ну и вот интересное решение которое было придумано вашим покорным слугой как разделить большую комнату на две зоны вот посмотрите это у нас зона кровати здесь будет висеть телевизор очень большие были была полемика по части опять же как сделать эту стенку были идеи обклеить ее какими-то обоями в стиле опять же прованса или в стиле не знаю как назвать этот дом все называют его таким североамериканский стиль мы сделали его вот таким и мне кажется что это лучшее решение будет возможность повесить здесь может быть какие-то фотографии картины уже под это есть рамки здесь висит телевизор я думаю клево и он отделяет от зоны туалета то есть мы заходим и здесь уже будуарная часть здесь можно поставить будуарный стол или просто посмотреть что пора худеть и туалет это хозяйский туалет здесь сделана душевая везде стоят одинаковые унитазы эти же плиточки так фасон все это молодец и хозяйка дома принимала активное участие в подборе мебели и всего поэтому я думаю что все получилось опять же вот это отечественное производство мебель очень неплохая у меня дома такая стоит вода течет можно руки помыть уже дом потихонечку грязненький но стройка стройка это когда из грязи рождается прекрасное здание ну вот в двух словах о планировочных решениях этого вот еще одну комнату нашел гардеробную тоже вот здесь находятся все коммуникации все это мы закрываем специальными коробами для того чтобы этого не было видно с этой стороны видно да то здесь вот посмотри здесь проходят все коммуникации касаемо отопления воды и прочее каркасная стена которая их закрывает что касаемо здесь была проблема небольшая окон много батареи в пол ставить не хотели здесь нет батареи в полу поэтому применили вот такие красивые батареи чтобы они играли и роль дизайнерскую они так подчеркнули на самом деле стиль дома ну и выполняли свою непосредственную функцию чтобы согреть вот окна смотрите здесь стиль дома он определяет окна разделенные на импосты но здесь импосты это как бы отдельное стекло в окне но здесь применен такой прикол это не отдельное стекло это единое но идет имитация если сюда посмотреть имитация что и как будто это разный стеклопакет и дает такой эффект оно значительно дешевле чем если делать отдельно но эффект вот люблю такие окна мне очень нравится они сразу показывают некий стиль дома задают и окна здесь же опять же мы применили вещи которые применяем обычно мы любим последнее время рейки электрические на которые мы при помощи арматуры можем подсоединить те или иные светильники потому что крайне сложно угадать где провести свет потому что еще не знаешь где мебель будет стоять ну в общем нереально это сделать мы делаем такие их называем инсталляции света на которые крепим потом по необходимости те или иные светильники оно не портит на самом деле внешнего вида то что они даже черные они немножко подчеркивают такую строгость этого интерьера это сделано везде кроме каких-то вещей где гарантированно например вот здесь вот здесь в другом месте просто не поставишь поэтому здесь вывели светильники таким образом а остальные сделали при помощи реек вот кстати люстра питерская команда делает такие замечательные красивые люстры я вначале был как-то не очень к этой люстре потому что мне казалось что она не подходит к этому интерьеру потому что она современная ну когда повесили свет сделали все она поженилась и вполне себе неплохо она красиво смотрится выглядит очень ночью вот сделаем еще камин и будет все начинаем одевать дом он даже голый смотрит красиво в отличие от меня еще раз скажу о том чем мы гордимся особенно это вот в потолках этих балках фермах которые мы применяем это не имитация это то на чем держится кровля ни одна доска не прибита то есть все что вы видите каждая дощечка потолка она вставлена в пазы и она двигается потому что когда все это подсохнет дом еще не зимовал он перезимует все это подсохнет мы приедем стянем закрепим и это будет все очень прекрасно выглядеть но это все очень сложно то есть это не просто надо приколотить это нужно вставить это касаемо всего абсолютно потолка в этом доме здесь нет системы увлажнения потому что если делается приточка вытяжка то надо делать систему увлажнения потому что обязательно уходит воздух влажный пока в состоянии вы видите да идеально как будет зимой посмотрим да у нас есть кондиционеры кондиционеры белые последние пять лет говорят жаркое лет сейчас на улице где-то градусов 25 здесь наверное градусов не знаю девятнадцать конечно когда будут жить люди будут открываться окна двери будут ходить теплые воздух будут заходить в помещение пускай они будут это китайские кондиционеры они в принципе не так дорого стоят пользуются ими будут крайне редко но пускай будут хочу о дверях сказать мы последнее время все время применяем двери высотой 2,30 гораздо лучше выглядят чем двери 2 метра как у нас стандарт или 2,10 как там у финнов эти двери делает компания волховец ну есть один нюанс сейчас зайдем я его покажу надо будет им позвонить но в целом мы очень довольны и компанией и дверьми надо делать на магнитной защелке чтобы не было ударов хлоп не хлоп видите как она закрывается раз открывается раз пока нареканий у нас по этим дверям не было вот одно есть там сейчас вот идем тебе покажу а то подумайте что все хорошо все хорошо и ничего плохого нет хватает вот не знаю что это такое почему-то она что-то цепляет а где там щель внизу но она цепляет и вот один наличник здесь что-то с ним случится с одним наличником нужно будет волховцу вот видите тресну что это такое не знаю но будем предъявлять претензию точнее даже не претензии они всегда кстати очень приезжают очень быстро все устраняем вот как раз звонит заказчик алло ну Сергей хожу наслаждаюсь вашим домом прям подскажите кто строил ну что теперь покажем дом снаружи это наш центральный фасад вот так он выбран был светлой краски ну нарядно выглядит прямо скажем стиль у дома есть что в нем особенного ну он от компании Палекс это основная его особенность это значит качество это значит детали вот посмотрите наверху да вот где стоят центральный фасад сделаны такие специальные укосины сделаны ну мелочь но эти мелочи украшают жизнь здесь идет ландшафтные работы пока еще это все нужно еще создать соответствующую оправу для нашего дома но выглядит он по-моему крайне нарядно мы пройдем покажем там увидите тут была поставлена еще такая достаточно сложная задача заказчикам вместить на участке два объекта то есть один это парковка с небольшим сарайчиком таким хостблоком и дом персонала гараж и котельная мы пройдем посмотрим как это получилось потому что он думал что будет достаточно тесно но мне показалось что все это вышло неплохо плюс дом расположен так что участок наклонен немножко вперед то есть крайне на входном фасаде крайне левая часть очень высокая но тут уже молодцы ландшафтники они так спланировали галереи ландшафта что это практически и незаметно давайте пройдем сейчас по дому по кругу и посмотрим что получилось идем вот смотрите наша гордость это подбой свесов не скрою раньше мы делали вставляли ее в стропила ну и как-то высыхало вываливалось то есть были какие-то нюансы и проблемы сейчас мы ее прибиваем на специальные там крепления вот видите как все ровненько чистенько это не требует никакого обслуживания в процессе эксплуатации ну была задача построить два места для парковки то есть гараж теплый круглогодичный и парковка просто в автомобильный навес с хозяйственным блоком он такой как игрушечный такой пряничный получился найдем тебе покажу какой хозблок таких хозблоков никто не строит вечно что-то такое знаете сколоченный из досок а здесь все в деталях все в деталях это каркасная конструкция он холодный ну как сделано все бумс идемте смотрите я даже не знаю там как-то хранить в нем какие-нибудь вещи по-моему даже неудобно вот вход должен быть парадным большим потому что обычно делают крыльцо какое-то маленькое говорят а зачем а я считаю что такое пригласительное крыльцо должно быть парадным так мы и сделали облегчили дверь поставили окно чтобы дверь была и большой и легкой сделали террасу здесь кстати терраса которая наверху это лиственница а вот ступени мы сделали из термоясина он все-таки лучше работает лиственница под крышей живет хорошо на улице не очень а вот термоясин на улице живет замечательно вот о чем говорил вот сильный перепад видите здесь ребята делают ландшафт мы пока им помешаем слегка видите какой перепад вот это была проблема на самом деле знаете как красиво выглядит вот с этого ракурса вот туда наверх такие кукушечки да все в деталях вот такой высокий получился здесь гараж он пока как склад ну можно снять посмотреть все идет в процессе монтажа он тоже каркасный вот такой неплохое помещение получилось учитывая потом сделан дом персонала вот такое помещение для помощников и спальная зона кухонная зона туалет вполне себе домик тоже каркас внутри с бруса внутри стенки стенки на каркасе здесь был вход для котельной мы его оставили таким техническим входом вот внизу разместили системы кондиционирования видите так всегда проблема куда их поставить они здесь как бы и накрыты и все работает пойдемте посмотрим котельную здесь еще нити работает мы не будем наверное в этом вопросе мешать обойдем здесь сделана система резервного электропитания стоит газовый котел вот и собственно котельная сейчас постараемся пройти стоит котел до гитрих он газовый вот стоит резервный котел электрический он сейчас в основном он работает потому что с газом еще пока только подключает вот смотри уже повесили редуктор скоро будет подключение газа ну и стоит система чистки воды в принципе небольшое помещение ну сколько здесь метров наверное 12 ну не 20 может 10 да но оно абсолютно достаточно чтобы разместить где-то оборудование не где-то у себя в доме а разместить его отдельно потому что эти системы они все работают на основе аэрации и слышно как работает вот этот вот насос и это не всегда приятно поэтому лучше их размещать в стороне а так вот такая замечательная и большая котельная ну что мы сделали такой обзор нашего очередного дома который мы вот сейчас заканчиваем конец будет когда мы поставим последнюю мебель когда поможем повесить последние шторы тогда будет все я надеюсь что нам позволят снять уже дом полностью готовым а сейчас в двух словах вот он дом в нем общей площади порядка 360 квадратов это с террасами у него 4 спальни плюс кабинет у него отдельно построены нами вот нравится мне все таки этот ракурс построена котельная и дом персонала здесь будет газоны красота кстати ландшафтная компания которая делает мы просто смотрю потому что у меня всегда претензии к ландшафтным компаниям а здесь все сделано вот проект сделан с умом я не могу этого не сказать грамотно все сделано вот эти переходы перепады я всегда думал а как они все это обыграют они молодцы я узнаю кто они и обязательно о них скажу в нашем фильме очень молодцы я думаю и дальше все будет хорошо еще я хочу сказать спасибо всем кто интересуется нашей работой всем кто нам пишет пишет свои отзывы даже тем кто иногда может быть какой-то колкостью к нам обращаются мы их всех прощаем знаете надо уважать тех кто в наше время хоть что-нибудь делает а я считаю что мы все делаем хорошо так что всем здоровья мира всем нам благополучия в бизнесе и в жизни пока до сих пор Продолжение следует...